Мне кажется, я начал войну с монтажером, и теперь будет нехорошо мне. Почему это я делал пистолет? Критикую вас агрессивно, опускаю вас им, английским языком. Вы должны себе поставить на рингтон только вот эту строчку теперь, если вы учите английский. Трек про его дорогу, про то, как он доходил до вот этих вот высот, и самое главное, сможет ли он удержаться и осталось ли у него, ну, энергии и, ну, чтобы удержаться на плаву еще дольше. То есть, можно сказать, это его life after fame, да, жизнь после популярности, после славы. Вот Eminem, какой он вообще, смотрите. Интро меня вообще просто убил. Он говорит, you know, I've been around for a while now, not sure if I have much left to prove, да, я знаю, I've been around for a while, я уже, я здесь уже достаточно долгое время. I've been around for a while now, not sure if I have much left to prove, да, я не уверен, что у меня осталось еще что-то, ну, что-то кому-то доказать. И потом говорит, yeah, I do, и потом смеется, да, есть. I look at me now, I'm thinking, damn, how proud of me I am. Я смотрю на себя сейчас и думаю, I'm thinking, present progressive, damn, черт, или можно перевести, блин, как я горжусь собой, how proud of me I am, да. Это все связано с I'm thinking, I'm thinking how proud of me I am. What I did is nothing to sneeze at, вот это мне понравилось, even if your allergies are bad. Sneeze — это значит чихать, да, allergies — это аллергия, и он говорит то, что, да, если прямым переводом, все, что я сделал, или все, что я делал, это не повод чихать, даже если у вас ужасная аллергия, да. To sneeze at — это, ну, можно сказать, идиома, которая значит, что что-то неважно. Да я чихал на это, да, грубо говоря. Вот, и это опять-таки игра слов у него, которую он так любит. I'm up in the balcony in France. I look around, I see the fans. Я на балконе во Франции, смотрю вокруг, look around, I see the fans, вижу поклонников. How they surround me in the stands, probably could drown in a sea of hands. Как они меня окружают in the stands. Stands — это, где, это, в общем, это слово, которое используется в каких-то спортивных аренах, где, ну, поклонники смотрят матчи. То есть, как его поклонники смотрят за его, так как видно по клипу, что тут много спортивных ассоциаций, да, как, в общем, его окружают поклонники, и он думает, что он утонет, drown, да, скорее он может утонуть. В море рук. Как это называется? Crowdsurfing? Когда вы со сцены прыгаете и вас проносят. Не проносят, а передают друг другу. They're hollering shady. Да, они кричат shady. Yelling it out to me, and that's what I mean, what I say, that one day, some way, somehow, if I get the chance to get a crowd, I'd flip it around and have a crowd give me the chance. They're yelling it out to me, and that's what I mean, when I say that one day, some way, somehow, if I get the chance, I've done it all, man. But in actuality, I haven't yet. Но на самом деле, я еще пока не успел, да, I haven't present perfect, что-то, что было или не было сделано в прошлом, что имеет прямое влияние на настоящий момент. Припев мне понравился очень. Where am I supposed to go from here? И куда я теперь должен идти с этого момента? Hey, really, I have no idea. Серьезно, я понятия не имею. All I know is every time I think I hit my ceiling. Все, что я знаю, это каждый раз, когда я достигаю потолка, достигаю своего, ну, предела, my ceiling, I go higher than I've ever f***ing been. Я иду еще выше, чем я когда-либо был. И не забывайте, что скоро 8 марта, и по случаю 8 марта у нас будут скидки на наши курсы английского языка. Если вы хотите узнать, какие именно интенсивы и марафоны участвуют в этом промо, зайдите по ссылке в описании. И также там будет промокод на скидку, чтобы получить эту скидку в честь 8 марта. У меня нет времени ни для каких хейтеров вообще в этом деле, да? На самом деле это просто филер, это просто заполнение, никакого смысла оно не несет в данном случае. Это просто такая фразочка. Ну, а здесь что могу сказать? Двойное отрицание. Усиляет самоотрицание. А вот это мне срочка понравилась, когда я слушал. Смотрите, нет времени вообще для хейтеров, да? И толерантности у меня тоже нету для этого всего дерьма. Но как таблетки или медикаменты, моя преданность и все время, которое это дерьмо, this takes, берет, да? Напоминает мне о том, как много народу соберется в комнате ожидания в больнице. Вот двойной смысл этой строчки. Смотрите. Что я имею в виду? Возможно, у меня есть больше терпения, чем я позволяю себе признаться, да? Или признать. Но patients произносят точно так же терпение, точно так же, как patients, пациенты. Поэтому, что я имею в виду? Возможно, у меня больше пациентов, чем я имею способность увидеть, да? To admit, вообще to admit это записать на прием в больницу, да? То есть принять, да, принять. Вы в больнице, вы врач, вы принимаете. Окей, вы поняли. Yeah, but I'm still mentally stable as a three-legged table in this bitch. Прикольно. Да, я уравновешенный, как трехногий стол. Fame was a switch, but I was grateful to trade this for the trailer with the hitch. Слава было, все переключило мне, switch, все поменялось. Switch, это light switch, например, включить и выключить свет. Да, все поменялось приходом славы и известности. But I was grateful, но я был бы благодарен to trade поменять все это, да, на трейлер с... Окей, hitch, я не совсем понимаю, что он здесь имеет в виду. Может быть, я просто не знаю, в каком еще смысле это слово может использоваться, но hitch, это либо какое-то препятствие, да? И hitch, это может быть узел, такой узел специальный. Я, может, ставлю картинку сюда. Сказал, я притворился как будто я монтирую это видео. Окей. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Мне кажется, я начал войну с монтажером, и теперь будет нехорошо мне. Но не! Такой узел сюда вставят сейчас, специальный узел, так называется. Но, скорее всего, у этого слова есть какое-то значение, что конкретно связано с трейлерами, которого я просто не знаю. Если кто-то, может, знает, напишите в комментариях. That I would make me a raving lunatic, but I made it through my situation. I hit pay dirt. That I would make me a raving lunatic. Что меня это сделал просто безумным, чокнутым безумцем. Да. Но он, скорее всего, говорит про популярность до сих пор. Эмин, в принципе, всегда довольно-таки прямолинейно пишет, что касается подлежащего Сказымова и то, о чем идет повествование. I think it was a switch, but I was going to challenge you for the trailer with the hitch. That would make me a raving lunatic. Да, про Славу. But I made it through my situation. I hit pay dirt. Но я преодолел мою ситуацию. I hit my forties. Да, то есть я на новом жизненном этапе, 40 лет. Это я не про себя, это просто пример. Мне 25 лет. I hit my forties. I hit pay dirt. То есть я, в общем, я прожил через такой жизненный этап, как, ну, pay деньги за грязь. Просто, ну, ничего. У меня не было денег вообще. Now I get paper like a stapler. Мне это очень понравилось. Но сейчас у меня столько бумаги, как у степлера. Степлера, ну, которым вы поняли. Но только потому, что я заработал немножко монет, да, денег. Это не значит, что я хоть чуть-чуть и поменялся даже. Brain full of wit. Мозг полон хитрости. Dangerous, опасный. Can't extinguish this English language when it's lit. Ты не сможешь потушить этот английский язык. Почему это я делаю пистолет? В общем, вы не можете потушить этот английский язык, когда он горит огнем. When it's lit. Я думаю точно так же. Я когда услышал в песне эту строчку, я сказал, я так и думаю. Да, вы должны себе поставить на рингтон только вот эту строчку теперь, если вы учите английский. And I'm just berating you with it. It's shady till I'm 82. I'll spit this crazy. Even Dre, he knows. I'm a blow. Вот это смешно было тоже. Ничто не может потушить, это английский язык, когда он горит огнем. И я просто критикую вас агрессивно, опускаю вас им английским языком. It's shady till I'm 82. Я буду shady, да, с собой, то есть, да, таким, ну, shady, какой я являюсь, пока мне не будет 82. I'll spit this crazy. Even Dre knows. I'll spit, spit, это вы помните глагол для рэпа. То есть я буду читать рэп. Так безумно, даже Dre, он знает, he knows, I'm a blow. Он знает, что я взорву, я сделаю круто, I'm a blow. Knows звучит точно так же, как knows. И blow, как слово, еще может означать кокаин. Нос, кокаин или he knows, I'm a blow. Он знает, что я взорву. Better get the handkerchief again. Ха-ха-ха-ха. Платочек, вам нужен платочек снова. Ха-ха-ха-ха. Oh, now, what am I gonna do? Oh, что я теперь буду делать? Can nothing hold me? I'm on the loose. Ничто не сможет меня удержать. Я двигаюсь свободно, так скажем, да? Born a winner. Родился победителем. Damn, it's so hard to lose. Так сложно проиграть. I can do it even when I'm trying to. I can do it even when I'm trying to. Может быть, I can't do it when I'm trying to? Типа я не могу этого сделать, проиграть. Так тяжело проиграть. Я не могу этого сделать, даже когда я пытаюсь. Мне кажется, так должно быть. When my record flops, it's still go through the roof. Даже когда моя пластинка, даже когда моя песня или альбом, то, что я выпускаю, проваливается, flops, все равно оно летит вверх через крышу. Go through the roof. This atmosphere is for a chosen few. Это атмосфера только для некоторых избранных. Who was on a grind, making money moves. Кто работал усердно, делал движения, которые приносили хороший доход, making money moves. And you ain't gonna get there if you water down. И ты туда никогда не попадешь, если ты разбавлен водой. If you're water down, ты разбавлен водой. Даже по-русски это имеет смысл. You gotta take shots with a hundred proof. Вот это круто! Ты должен take shots, либо пить рюмки. A hundred proof это, ну, жесткое содержание алкоголя. Либо take shots, стрелять with a hundred proof. Я не силен, конечно, в firearm vocabulary, но, насколько я знаю, ну, это прям жесткое содержание gunpowder, что не позволит ему прям, ну, успешно стрелять. Но, может быть, я ничего не знаю. Может быть, вы знаете, и в комментариях вы мне расскажете. All I ever wanted was to be in a CTD. See, I wrote obediently believing in me, EPMB. Must I had teaching the reese, learned to defeat enemies. But they ain't thinking of these crimes would be as easy as eating graffiti. Would be like Remedy, you're reading to me. Being in survival mode. Yeah, being in survival mode, present perfect. Да, я когда-то начал, до сих пор это продолжается. В режиме выживания. Since a five-year-old, it was I alone. С пяти лет возраста. Я был всегда, это был, только всегда был я, да. It was I alone. Ну, то есть, он может говорить таким образом, я мог положиться только на себя и все такое. Since my trike was stole. Spiler notebook and microphone. С тех пор, как мой tricycle, он имеет в виду, потому что bicycle это bike, tricycle это trike. Since my trike was stole. Это специально сделана ошибка. Stolen, естественно, будет правильно, вы знаете. Spiral notebook, это тетрадка с пружиной такой, вы знаете. And microphone. Не надо объяснять, что такое microphone. But looking back, how bad it was then. Но смотря сейчас назад, да, в ретроспективе, я понимаю, как ужасно все это было тогда. If it hadn't been for the pad and the pen. Если бы в мою жизнь не пришел блокнот, pad и ручка. Он говорит про рэперский craft. Addict mom and deadbeat dad. Зависимая от наркотиков, мама. И никчемный отец, deadbeat dad. Произношение с вас зачекайте, пожалуйста, на deadbeat dad. Dead dad. Два разных слова, два разных звука. I wouldn't have had the savage within, having to win every single battle I'm in. У меня бы тогда не было вот этого зверя внутри, которому обязательно нужно выиграть любой вообще бой, в котором он задействован. Все, что я хотел, всегда это быть эмси, мастером церемоний. Tediously, I wrote obediently, believing in me. Tediously, как это называется, в общем, с высоким, с высоким вниманием к деталям. Tediously, он писал obediently, как будто, ну, как хороший мальчик, obediently. Believing in me, верил в сам себя. EPMD must have had teaching degrees. Рэп-группа EPMD, у них было образование, педагогическое образование. Learn to defeat enemies with the ink, thinking of these rhymes. Would be as easy as E. Я научился побеждать оппонентов, врагов чернилами, думая о этих рифмах. Would be as easy as E. Easy E, это наш западный здесь рэпер. Он, ну, был одним из самых, наверное, легендарных. И он как раз-таки участвовал в коллективе NWA тоже. Ну, можно сказать, с него практически, в принципе, все и началось. And graffiti would be like remedial reading to me. И граффити будет для меня лечущим чтением. А-а-а-а-а-а-а-а! До тех пор пока последний вздох не уйдет из моих легких. Я буду бить по своему барабану за улицы, с которых я пришел. Слумы это неблагоприятные районы на восточном побережье. Я должен им напомнить. Я буду бить по своему барабану за улицы, как фи-фай-фау-фам. Фоу-джек и бобовое дерево. Фи-фай-фау-фам. Фи-фай-фау-фам. Бобовое дерево. Фи-фай-фау-фам просто. Он фоу-брал, это в дословном смысле. Но на самом деле он говорит, я устраню всех врагов. You see my finger, you see my thumb, you see my fist, peace pipe. Окей, вы видите мой палец, он показывает во мне этот палец, сразу вам говорю. You see my thumb, you see my fist, peace pipe. Не нужна мне ваша трубка примирения, знаете, когда все собираются и курят трубку вместе для мира. I'm here for the smoke, but it's not the weed I want. I'm here for the smoke, smoke in slang means conflict. I'm here for the conflict, I'm here for the smoke, but I don't want grass. With this beat I brung for the beef I've come. With this beat I brung for the beef I've come. With this beat I brung for the beef I've come. With this beat I brung for the beef I've come. But you better bring it if you want to reply from. Но тебе лучше bring it. Тебе лучше, ну, реально показать хороший уровень, если ты хочешь вообще ответа хоть какого-то от меня. Because for you to be lyrically inclined, I'd be a steep climb up. Потому что для тебя, если ты пытаешься быть lyrically inclined, рэпером, который фокусируется на тексте. Инклайн еще, игра слов опять-таки. Инклайн это подъем, да? Инклайн. Если вы на беговой дорожке, вы можете поставить себе инклайн, чтобы, типа, бежать вверх. It'd be a steep climb up. Это был бы очень steep, это значит, когда есть подъем и он steep, это он очень, ну, у него очень острый угол и очень сложно по нему идти, да? Поэтому это будет очень сложный путь вверх, он говорит. That'll be an uphill battle. Uphill battle это идиома, это батл, который вы никогда не выиграете. Практически никогда не выиграете все-все шансы против вас, грубо говоря, да? Не значит, что невозможно его выиграть, но такая идиома. But I'm up like your feet in a recliner. Но я на самом верху, как ваши ноги на кресле, которое знаете, кресло, которого спинка падает, и вы понимаете ноги, вы чилите. Вот такая вот строчка. And I think I'm about to go out on a limb like a tree climber. Вот он намеревается вот прямо сейчас go out on a limb, что значит сделать что-то рисковое. Но тут он добавляет like a tree climber, тот, кто лазит по деревьям, и они прямо go out on a limb в буквальном смысле. Дерево, те, кто лазит по деревьям, то есть он сейчас пойдет, будет лазить по толстой ветке как tree climber. Time to push my ceiling higher. Время поднимать мой потолок, поднимать мой предел, поднимать мой лимит, его ничто не остановит. Вот такой вот трек higher, а потом просто припев. Невероятно. Спасибо вам огромное за это предложение. Вы знаете, как я люблю разбирать эти треки, потому что они очень, они всегда меня впечатляют. И вдохновляют меня лично тоже, как автор музыки, музыкального артиста. Это очень-очень круто. Спасибо вам за это огромное. Спасибо вам огромное за просмотр этого видео. Добро пожаловать на LinguaTripTV. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте это сейчас. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать. И оставляйте комментарии, пожалуйста, часто. Это очень приятно, и вы даете идеи для таких крутых видео. Я слушаю такие крутые треки. Спасибо. До свидания.